Юлия Зимина с Петром Чернышевым и в жизни те еще стиляги. Что бы они ни делали, все смотрится модно и ярко. Но в случае с Юлей все понятно. Она актриса, телеведущая. Это часть ее профессии. А у Петра это в чем секрет? А у Петра это врожденное, потому что он парень, что надо. Я тебе говорю, Петь, мне тут неудобно, Юль. Ну, насколько я понимаю, тебе здесь вообще неудобно. Тебе просто на льду неудобно. Да, да. Правильно? Это же твои слова? Да, да, это мои слова. Юля, словами мне объясни, я же тебе словами объясняю, что я от тебя прошу здесь. Пам, 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 пам. Я же тебе говорю, чтобы ты щелкала для того, чтобы у тебя начало больше получаться. Конечно, ты едешь. А я не могу ехать. А ты не едешь, потому что ты не делаешь, потому что я прошу. Вот ко мне, вот я же перед тобой показываю. Тебе щелкал сюда, тебе щелкал сюда, тебе щелкал сюда. А ты... Я не понимаю, где тебя ставить? Кошмар. Сядь на левой ноге. Ну, что ты стоишь на костыле? Ну, Петь. Ну, почему прямые костыли-то, я опять не понимаю. Никогда тебе не показываю прямые костыли. Почему ты показываешь... Что это такое? Юля, ты можешь? А мы все равно вставили много сложных элементов, которые на тренировку у нас получались достаточно неплохо. Надеемся, что и сегодня получится. Да. Да. Да, надеемся. Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь. Но все равно будет ночь, и ты меня еще узнаешь. И пусть твердят тебе, что я не то. Но дай мне этот день, дай мне эту ночь. Дай мне хоть один шанс, и ты поймешь. Я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Дай мне хоть один шанс. Пусть твердят тебе, что я не то. Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Дай мне хоть один шанс, и ты поймешь. Я то, что надо. Я то, что надо. Я то, что надо. Я то, что надо. АПЛОДИСМЕНТЫ И я тоже аплодирую. Я то, что надо. 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 И немного не хватило техники, а в связи с этим не хватило и чувств. А Петр был прекрасный, чувственный, удивительный охранник. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому я поставила 5-9. Я видела выступление Юлии Петра по телевидению, когда Татьяна Анатольевна сказала, что она зазвенела благодаря Петру. Мне показалось, что сегодня было немножечко похуже. Хотя вообще пара великолепная просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Вика, как тебе? АПЛОДИСМЕНТЫ Я была на том самом месте. Я знаю, как это на самом деле тяжело. Приходить из совсем другой профессии на лед. И как это волнительно. И чувствуется, конечно, уже волнение партнерши. Я подозреваю, что, Юля, вы, наверное, не катались. Ну, судя по всему. Но в любом случае это безумно красиво. Мне очень понравилось. Да, чувствуется небольшое напряжение. Оно передается. Я, как никто, его ощущаю. Вот. Но, с другой стороны, очень здорово. И если судить уровень, например, нашего холедникового периода, сейчас ребята замечательно катаются. Просто восхитительно, на самом деле. Спасибо. Вика Татьяна Анатольевна, подведите итог, пожалуйста. Нет, ну, могу сказать насчет катания, что и тризл она делала одна, и выехала она одна. И сложные петельные поддержки, которые, в общем, для меня являются интересным. Как он, такую необученную, в принципе, девочку, как она хорошо держит позицию в поддержках. Потому что он все время во всех поддержках на одной ноге. И это возможно только при том, когда у нее сильная спина, и она держит правильно позицию. И он не покачнулся. И были очень интересные моменты, в смысле технических, да. Вот. И научились они очень многому. Но я хочу сказать, что они были сильнее, чем музыка. Ну, так и хочу. Ну, вот это дорогого стоит. Да, больше мне сказать про эту музыку нечего. АПЛОДИСМЕНТЫ Юль, скажи вообще, из-за чего ты сейчас расстроена? Ты расстроена из-за оценок, или ты заметила какие-то помарки, недочеты в своем катании? Я расстроена не из-за себя. Я расстроена из-за Пети. Потому что этот человек столько много делает для нас. И пытается меня научить. И мы делаем какие-то сложные элементы. И когда это все получается и в прогоне, и на репетициях, и в прокате, в общем-то, то, конечно, хотелось бы, чтобы это дало свои результаты и по оценкам, и, ну, не знаю, может быть, телезрители как-то более нас оценят. Петь, Юрий считает, что вы остались недооценены. Ты с этим согласен? Я могу сказать, что, говорят, на вкус и цвет товарища нет. Усудить такое единодушное мнение, вообще стопроцентное. Ну, я рад, что мы вызвали одинаковую эмоцию абсолютно у всех. И технику абсолютно одинаково все оценили. Я знаю, что, на самом деле, для того, чтобы получать на высший балл, нужно, чтобы все сошлось. Видимо, сегодня просто что-то не сошлось. Я очень доволен, как мы откатались сегодня, Юлечка. Спасибо тебе огромное. Мы сделали все технические элементы, которые ходили. Юля показала прогресс в своем катании. Мы сделали тот образ, на который замахнулись. Илюша, спасибо тебе огромное за такой, так сказать, за наш эксперимент. Не всегда эксперименты, может быть, удаются, но... На счет музыки мы и хотели, да, Петь, мы же так и задумали, чтобы мы были сильнее ее, чтобы она была такая, как бы, ну, таким, как это называется, элитмотивчиком, а чтобы главное были мы здесь, мы. Ну, я думаю, что тема прекрасен этот проект, что мы можем экспериментировать, в чем-то ошибаться, чем-то удивлять. Так что спасибо большое первому каналу. Все хорошо.